Пенсионный возраст Вред для нашей страны и вообще грабеж по сути Ну в первую очередь солидарность гражданская Мне до пенсии далеко, но тем не менее Уже волнует и много народа, кто скоро столкнется с этой проблемой Кому выходить на пенсию, пора будет И в общем желаю им стойкости в борьбе с этой реформой И представляю здесь интересы многих своих родственников и друзей Кто просто прийти не мог Или был запуган тем, что участие в каких-либо даже согласованных акциях Чревато проблемами с работой и многими другими вещами Ну гражданская позиция Потому что собственно происходит под шумок, под чемпионат мира Как бы оболванивание людей Так сказать обездоливание тех, кто и так уже обездолен Потому что состояние нашей медицины, которая в общем-то угроблена То есть я беспокоюсь за будущее своего ребенка, например И у меня собственно говоря тоже пенсионный возраст сильно повысился Поэтому меня безусловно это беспокоит Антисоциальную политику господина Путина никогда не приемлил И за него не голосовал Мне хотелось бы поделиться впечатлениями Я на фейсбуке записан И много у меня знакомых, которых голосовали за Путина И до выборов президентских Они конечно убеждали меня в том числе Когда я никогда не голосовал за него В том, что вот, мол, мы как только проголосуем за него Путин будет обновленный Левый поворот, социальная политика Хотя я доказывал обратное Что это будет политика еще более либеральная, либероидная Что будет наступление на права Что еще хуже Что вы выберете вместе с Путиным и Медведевым правительством Я с одним даже товарищем заключил пари на бутылку коньяка И я выиграл этот пари Потому что он был сам шокирован Он мне говорит, ну как же Я голосовал только за Путина А получил еще и Медведева Да и еще и такую антисоциальную политику И реформу И вот поэтому Мне что удивительно Я увидел колебания в путинском ядерном электорате Многие уже стали открыто поговаривать Что все, теперь готовы уже на митинги И вот одного я, например, уговорил сходить В начале июля подать петицию На проведение референдума против пенсионной политики И это уже показательно Что даже среди пропутинцев, ядерных путинцев Такие колебания Да, но у нас-то в СМИ говорят, что вроде Путин он не при делах А все это правительство Вот здесь как бы вы прокомментировали Нет, ну это смешно и комично Царь у нас святой, добрый Бояре во всем виноваты На этом власть уже давно В течение 18 лет Все время раскалывает Всех критиков его режима На самом деле мы живем в супер президентской республике Где все происходит сведомо господина президента А господин президент реализует политику Одного узкого процента населения Одного процента населения Которому принадлежит 74% национального богатства страны Вот и все Ну, в общем-то, наверное, то же, что и у всех Мы узнали о готовящемся законе И, в общем-то, мы с ним не согласны Можно слышать от власти и от пропаганды Что якобы пенсионный возраст это продлевает жизнь Что в других странах уже давно он повышен Вот что бы вы здесь могли бы на эту пропаганду ответить? Я на это могу сказать, что в других странах Состояние медицины, состояние пенсионеров И уровень пенсии совершенно отличный от нашего Вот, а у нас при таком уровне Когда у нас и в регионах, собственно говоря Продолжительность жизни очень невысока Ну и по сравнению с Москвой Москва государство в государстве Но я, собственно говоря, за страну Поэтому меня, да, безусловно, это дело беспокоит И право работать, и обязанность работать Нужно, безусловно, разделять Когда у пенсионеров хватает сил, времени и здоровья На то, чтобы работать Это может быть правом Но обязанность Это уже, как сказать, удар по финансированию То есть люди Я, например, уже сейчас в этом возрасте Сильно беспокоюсь о том Насколько я приду к возрасту пенсионному В той же самой специальности С тем же уровнем дохода Потому что, например, в финансовом секторе Найти работу сейчас очень проблематично С нововведениями Набиулиной Это, собственно говоря, все стало очень трудно Поэтому, да, я, безусловно, беспокоюсь Кем я, в каком качестве Приду к этому пенсионному возрасту Потому что даже на низкооплачиваемую работу Как-то там дворники, уборщицы Сейчас засели гастарбайтеров И, честно говоря, туда Если кто-нибудь озаботится Такой вот фантасмагорической идеей Устроиться на работу Туда уже не устроишься Потому что там уже тоже все схвачено Вот Развал полный везде И в медицине, и в ЖКХ И финансовый сектор сильно подстрадал Не знаю, как бы, о чем думает правительство Тем более, меня сильно возмущает Заявление того же самого президента О том, что пока он будет у власти Пенсионный возраст повыше не будет Это прошло по всем телеканалам Ну, да, не может не возмущать Я могу сказать, мне 61 год Я уже почти 6 лет на пенсии И я вам могу сказать, что 55 лет дали не зря С каждым годом я вынуждена работать Потому что на пенсию прожить невозможно Но с каждым годом мне работать все тяжелее И все это не зря И то, что власти говорят, что Где-то там как-то что-то Так, но Мы настолько далеки Настолько отличаемся от других стран По другим показателям Что сначала надо подтянуть Все остальные социальные показатели Не знаю, здравоохранение разрушенное Образование Вот когда все это подтянется на уровень Хотя бы уровня Советского Союза Тогда уже может быть Можно заводить какие-то разговоры О том, что вот Давайте будем жить как в Европе Мы настолько далеки от Европы И повысив пенсионный возраст Мы тем самым не приблизимся к Европе Никаким образом Нет, сначала нужно добиваться Определенных показателей продолжительности жизни И только потом Только потом рассматривать такие реформы Я считаю, что должна формироваться Неофициальная статистика Путем туров на кладбище То есть надо понимать Какова действительная статистика Когда умирает Среднестатистический россиянин-мужчина И женщина-гражданка России И на основании этого Сравнивать Россию с западными странами Ну или с любыми другими странами Где пенсионный возраст выше А соответствует ли продолжительность жизни? Если нет, это вообще не должно быть На повестке дня вот такой реформы Ну, вообще-то Получается, что где-то от 5 до 8 лет Теперь люди будут работать фактически принудительно То есть человек Приближающийся к какому-то рубежу Значит, он Ну, женщина к 55, соответственно Мужчина к 60 Они могли для себя решать Будут они за тем работать или нет Есть ли у них возможности Здоровье Что-то, ну там, какие-то там Обязательства Перед семьей Сейчас получается, что мы будем делать это принудительно Вот лично мне, например По новому закону добавляется 6 лет Я должна быть В каком-то, в 24-м году Да, получается, что я где-то в 30-м или в 31-м Ну, где-то так Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд Какие наиболее действенные меры В противодействии этой вот пенсионной реформе? Трудно сказать Ну, вообще-то активность должна быть Активность людей Вот как бы Должно быть много людей Должны Какие-то протестные акции, наверное, проводиться Может быть, какие-то Петиции составляться Ну, честно говоря Вот Ну, должен быть Очень массовый протест А, то есть На митинги выходить Достаточно Или что-то еще нужно? Не знаю Ну, по крайней мере Хотя бы выходить на митинги Что еще не знаю, честно говоря Я обычный человек Но На митинги надо выходить обязательно И проводить их обязательно И Как бы Свою озвучивать позицию Как бы Людям надо И Вообще Надо Возвращаться К Тому Что Надо учиться Думать Мы отучились думать Мы Хотим, чтобы за нас Что-то кто-то решил И нам бы с неба упало счастье Надо каждому думать Самому И понимать Что Если мы не объединимся Мы ничего не сделаем Акции протеста Вот Как сегодня Но, конечно, надо В других местах это делать В центре стараться Вот сейчас Скоро Закончится действие Указа 202 Президента О том, что Об ограничении На проведение массовых мероприятий На время ЧМ 26-го Уже это ограничение Будет снято И Надо использовать все пути Надо Если, допустим, есть в районе Муниципальные депутаты Знакомые Надо с муниципальными депутатами Обсуждать, допустим, площадку В каждом районе Организовывать митинги Как можно чаще Просто вот И количество Митингов И количество участников На митингах И места проведения Но это не останется без внимания Вот был пример соревноваций То есть Повлиять это может Но Это будет не быстро Не просто Понятно Ну вот народные выступления То есть Митингов достаточно Или что-то еще Ну Я понимаете Я не политик И не состою Скажем так Ни в какой партии Поэтому я вот Чисто общественно Организационный момент Я не могу Настолько сильно Прочувствовать Вот Так что мы достаточно Занятые люди И много работаем Но мне кажется Митинги Это хотя бы то Что каждый из нас Может в это дело Нанести Вот Собственно говоря И все Как историк Я точно знаю Особенно по России Что власть может Прислушиваться И скорректировать Свой курс Когда она слышит Голос улиц Плащадей Возмущенного народа Напомню Что Антисоциальную Реформу 2005 года Отмены льгот Как раз Свернули Во многом Благодаря выходу На улицу Сотен тысяч Людей Пенсионеров Тогда до 2 миллионов Вышло И они Отказались Слили эту реформу Так называемую Антисоциальную Поэтому и сегодня Если народ Хочет Быть действительно Народом Историческим Активным Быть гражданами А не пассивным Серопослушным Большинством Они должны Бороться Бороться Против этой Антисоциальной Антинародной Политики Кремля Господина Путина Да Я хочу добавить Еще что В 2005 году Помимо того Что действительно Очень много По всей стране По моему 2,5 миллиона Вышло на улице По всей стране Но кроме этого Еще были созданы Организационные структуры Комитеты спасения Вот может быть Здесь Это тоже нужно Как вы думаете Не только площади Но еще и какие-то Координационные структуры Самого населения Снизу Обязательно Я полностью с вами согласен Потому что Как показывает Исторический опыт И 17-го года И начала века Что только При серьезных Организациях Организационных Действиях Людей Меньшинства Активного Волевого Умного Меньшинства Люди Собираются Люди Совершают Какие-то Действия А без Действий Любое Недовольство Оно Мертво Оно Всегда В свисток Уходит Как вот Сейчас Уходит В свисток Все вот эти Брюзжания В социальных Сетях Честно говоря Даже не знаю Потому что Все Сло В общем-то По Скажем так Накатанной Ну так вот Внизу Я вот Действительно Я из того Поколения Которое Вынуждено Было Работать Не по Специальности Потому что Ну скажем так Мне Работа была Но Зарплата была Такая Что я не могла Прокормить себя И свою дочь Поэтому мне Пришлось Менять специальность И работать Не по Специальности Я человек С высшим Образованием Работаю Ну В общем По рабочей Специальности К сожалению Вот И я понимаю Что по своей Рабочей специальности До 55 Я проработать Смогу А дальше Все У меня просто Уже Посыпется здоровье Как вы думаете Вот чем Закончится Это противостояние Получится Отбить Вот это Наступление На социальные Права Или Вряд Трудно Сказать Не знаю Не могу Сказать Тут Такие Разные Варианты Могут Сбить Волну Могут Как бы На какое-то Время Отступить Но Если Вот как Сказал Депутат Госдумы От справедливой России Это Диктует МВФ То Ну Вряд ли Власть Будет Сможет Отступить От этого Решения Я думаю Что они Будут Стараться Продавливать Ну А людям Надо Так Сопротивляться Тут Трудно Сказать Что Что Будет Возможно И то И другое Возможно Так Что Для увеличения Своего Упавшего Рейтинга Путин Решит Смягчить Реформу Каким-то Образом И Снова Рейтинг Превысит 146 Процентов И Народ Согласится На такой Компромисс Но Финал Открыт Я Не могу Пока Делать Прогнозов Потому что Видно Что Принимает Участие Огромное Количество Народа Даже В таком Месте Даже Вот Кто-то Только Сегодня Узнал о Митинге Но Все равно Народа Очень Много Это Вселяет Какие-то Надежды С другой Стороны Могут Предложить Компромисс И Дальше Активность Затухнет Как Было С дальнобойщиками К примеру И так далее Трудно Сказать Просто Когда Например В 89 В 90 Народ Вышел На улицы Вот Если Вот Сейчас Просто Тоже Вот Такая Немножко Революционная Ситуация Какая Была Тогда Я Помню Это Время Я была Совсем Ну Мне Было Лет 20 Вот Тогда Мы Думали Что Все Таки Мы Смогли Что-то В нашей Стране Изменить Но Потом Почему-то Пошла Не то Чтобы Реакция Вообще Что-то Пошло Куда-то Вообще Не туда Все И Сейчас Честно Говоря Я Очень Боюсь Что Я Очень Хочу Верить Что Все Получится Но Очень Боюсь Что Может Не Получиться Зависит От того Сколько Людей Будет За Сколько Людей Будет Против Сколько Людей Будет Смелыми И В общем То Действительно Начнут Бороться За свои Права Но Я Естественно За борьбу Цивилизованными Методами К сожалению Я Думаю Что Власть Все равно Продавит Эту Реформу Немножко Уменьшив Только Выход Ну На несколько лет Выход На Пенсию Мы Будем Свидетелями Осенью Того Если Народ По-настоящему Проснулся И Хочет Быть Историческим Народом Исторической Справедливой Социальной России С такими Хорошими Традициями Революционными То Он Должен Просто Обязан В открытый Голос Заявить Своё Недовольство Свою Протест И Вернуть Власти К тому Чтобы соблюдать Свою Конституцию Где там Написано Что Россия Всё-таки Социальные Государства Вот мы Осенью И увидим Сможет ли Народ Который До этого Всегда Был Посевен Серо Послушен Посевен Стать Народом Во весь Рост Заявить О своём Недовольстве Несогласии И проявить Свою Решительную Волю Против Этой Антисоциальной Политики Кремля Мы увидим А от Кремля Я не чту Ничего хорошего Они продавят Это однозначно Кремля 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 Продолжение следует...